Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, Великая! Ты достоин всяческого восхваления, наш Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Евангелие от Марка, 7 глава. Собрались к нему фарисеи, некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия. Как написано, люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповеди Божьи, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюдали свое предание, соблюсти. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И, призав весь народ, Иисус говорил им, слушайте меня все и разумейте. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышит, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы, неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в шрево, и выходит вон, чем ощущается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Аллилуйя! «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» «И отправившись оттуда, пришел в придеры Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя при палах к ногам его. А женщина та была язычница, родом серофеникиянка, и просила его, чтобы и знал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его. И, воздрев на небо, вздохнул и сказал ему, ефафа, то есть отверзись, и тотчас отверзся у него слух. И разрешили сузы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. Ищезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе, великий дивный Господь наш, благодарим Тебя за милости и щедроты Твои. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй, спаси и сохрани. Имя Твое святое да прославляется через жизнь нашу. Ты показываешь, Господи, страх нечестивых при виде креста и крестного знамени, рушатся твердыни дьявольские. Ты позволил нам сойти в это место тьмы и мрака, где люди занимаются прелюбодеянием, сквернословием, смехотворством. Но Ты повелел сказать слово истины, чтобы слово Твоей любви к народу дошло до людей. Господи, вникни в это дело. Люди, сатана устроил здесь Содом и Гоморру. Прелюбодеяние творят открыто. Голые тела открыто совокупляются, показывают свои половые органы. Безумство охватило страну. Коснись, Господи, их. Вразуми. Наставь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Иисус. Слава Тебе, милосердный Создатель. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Кроме Тебя, Господи, нет иного. Великие дивные дела Ты творишь, Спаситель. Евангелие от Марка. Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус призвал учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть». Если не отпущу их, неевшими, в домы их, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв всем хлебов, и воздав благодарение, Преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. «Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики Иисуса забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов у нас нет». Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея уши, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали бы кусков? Говорят ему, «Двенадцать». А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали бы оставшихся кусков? Сказали, «Семь». И сказал им Иисус, «Как же не разумеете?» Приходят и в Саизу, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон исцеление, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки, и спросил его, «Видеть ли чего?» Что? Он взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на их глаза ему, и велел ему взглянуть. И он исцелел, и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение, и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение, к Кесаре Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, «За кого посчитают меня люди?» Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого посчитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись в себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, счастье, поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Спаси нас, Господи, и благослови, и защити, и путешествующим даруй безопасное движение. Сохрани от аварии, от всего, что не славит Тебя. И приготовь души наши к исходу из этой жизни, дабы не внезапно настигла нас смерть. Господи, прости нас и благослови, помилуй и сохрани. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Добрый день. Вы хотите что-то спросить, нет? Да, да, да. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Ты человек немолодой, вот поэтому у тебя опыта больше у меня. В связи с этим я хочу тебе вопрос задавать. Ты веришь в Бога? Верю в Бога и исповедую, поклоняюсь и прославляю. Вот. Как ты думаешь, нет, в чем ты убежден? Бог один? Бог один. Вот я не понимаю, я сейчас мусульманин, да? Вот у меня вопрос. Вы верите, христианин, я знаю, есть Святой Дух, да? Да. Есть Бог, Святой Дух, Сын Святого Духа. Это уже три... Три, говорит, си, едино. Бог три едины, троица. У вас понятие чисто еврейское. А Господь открыл тайну от века. Это никому нельзя понять. Это вера. И веры нет, и тут уже ничего не докажешь. Доказывать нельзя. А ты пробовал там в исламе что-нибудь там, ну, про это? Ну, там говорится, что можно все доказать, и все, ну, досконально все это знают, короче. Есть доказательства, есть все, все, все. А как доказать? Как доказать, что Бог есть-то? Природа, все говорит, что Он сотворил. А как доказать, что природа именно из ничего произошла? Никак. Так вот едут дорогой, рассказ такой. Ну, я студент молодой, комсомолец, а тут татарин едет, пожилой. И он, говорит, верите в своего Аллаха-то. А Бог? Где он Бог-то? Вот сейчас возьмем, говорит, здесь вот тряпку обыкновенную, положим. Три дня мы с Владивостока едем. То есть через три дня поднимем, и там всякие бухарашки. А татарин и говорит, нехорошо, молодой человек. Взял Божья тряпка, полил Божья вода, Божья букашка вылез. А тут один в Казани у нас идет и говорит, вот сейчас, сейчас Масленица идет, а через семь, сейчас семь недель поста у нас будет, своя уроза. А потом паса. Он идет и татарин и говорит, Христос воскрес. А хорошее отношение говорит, ай, Христос, молодца. Молодец, что воскрес. Он умер за наши грехи. В нашей белигии тоже это, понимаешь, как это Иисус. Иисус наш тоже там пророк. А Иисус, по-нашему, вообще не умер. Он просто вознесся в небеса. Ну да. А откуда вы это взяли? Кто вам это открыл? А вы говорите, что его, как это, на крест туда поставили. Так вы чего? Он все грехи, земли, туда, сюда, сюда, это мы не верим вообще. Вот смотри. Вот смотрите как. Ваш руководитель, ну я один раз могу назвать, Мухаммад. Он умер в каком году? Ну я не знаю. В 632-м, запомните. Я мусульманством занимался ни год, ни два. У меня книга вышла. Я разбираю Коран по сурама и аятам до единой буковки в сравнении с Библией. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. Так что я с вами могу разговаривать, как любой имам. Как ваши шейхи. Я положил на это слишком много времени. Я отбывал в тюрьме, а отбывал в лагере, за слово Божие, среди мусульман. Служил в армии среди мусульман. И у нас дед мой, материн отец, мой дедушка. А через их деревню проезжали мусульмане всегда. Они ездили то ли покупали или что-то. Их никто не принимал. Вот чурки там такие, нехристи, мусульмане. А мой дед всех принимал. Из него говорили, кого ты принимаешь-то там. И они ни разу его не обманули. Ну отдельные чашки были чистые. Ну и как-то дед Егор поехал и попал на их аул. Так они его с телеги стащили и на руках по всему аулу и кричали. Это тот, который нас всегда принимает, кормит и поет. У меня природное к мусульманам. А еще от деда идет. У нас всегда очень хорошие отношения. И вот мы дорогой ехали от Владивостока до Лиссабона. Мы прошли шесть мусульманских республик, Турцию. И я в каждой библиотеке дарил 38 томов своих. Везде. И в Чечне, и в Дагестане, и в Азербайджане. И у нас не было ни одного конфликта с ними. Вот мы находились в Дагестане. Там мужчина, библиотекарь. Мы заходим, и там стрелка так идет на второй этаж. Комната для намаза. Мы, когда книги передали, все это заснято на ролике. Мы говорим, а можно зайти помолиться? Он говорит, вопрос опять. Он телефон раз, мы идем, а уже дверь открыта. Мы разулись, зашли, один снимал. И мы стали молиться. И последний раз, как поклонились, как у мусульман принят это, попросили мира Дагестану, благодарили Бога, что такая встреча была у нас, как родные встретили нас. И поехали. А женщины одни там узнали, что мы оттуда. Они нас с телом затащили в магазин. Столько дали. Мы не взяли сыр, ничего. Мы говорим, пост. Так они нам помидоры, ларзаных лавашов, хлеба, все дали. И ничего с нас не взяли. Как я могу вспомнить? Как только с благодарностью Богу. Это Бог. А относительно веры, Евангелие, написанное было в первом веке, которые отрицают, что он не умер, то у них ничего и нету, данных-то никаких. Они должны сказать, вот было написано так, а изменили. А кто изменил? Это у нас веру. И веру – это кредо. Веру его единого Бога, Отца Вседержителя. Первый и Второй Вселенские Соборы. Так это четвертый век. Это вера уже была для всего мира. Итак, распятого за нас при понтийском Пилате, страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящий Одесную Отца Ипаки, снова грядущего со славы судить живых и мертвых, и уже царствию не будет конца. А то у нас верую. А вы откуда взяли, что он не умер-то? Какие данные-то никаких? Просто отмахнул. Так, наверное, не бывает. Но должны быть данные какие-то. А за что тогда умирали апостолы? Они с ним ходили. Он им передал. При них вознесся. 500 человек его видели, как он возносился. А он не возносился. Так я могу так и сказать. Не было никакого того, что вы говорите вообще. Ну, у нас с тобой там не было, да? Да, мы верим в то, что Евангелие говорит. Подожди, мы даже не можем доказать, что вообще эти люди существовали вообще в земной земле. Да, существовали, так написано. Написано кем? Написано, написано человеками, движимыми, духом святым. Это первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Как ты это можешь доказать вообще? Так. Ты говоришь, что есть Бог, есть апостолы, есть Библия, есть все-все-все, все среди меня, все-все, все это есть. Ты умираешь, твоя душа на небеса, да, там, суд Божий, туда-сюда, там, да? Как ты это мне докажешь? Я же, ну, меня примерно воспитывали там где-то, да? Не своих родителей, не у своих родителей. Меня никто не учили с рождением верить в Бога, туда-сюда. Вот я, да, человек, я говорю примерно так, как апостолист, да, просто так. Короче, вот ты, взрослый человек, ты можешь убеждать меня, все-все-все, как ты просто, просто как ты. Ты говоришь, что есть Бог, туда-сюда, и ты должен верить. И все, да? Твои слова должны верить. Да кому же я верить должен тогда? Чудеса какие-нибудь надо доказывать, да? А вот послушайте, я что скажу вам. Вот в Коране, может, не знаете, запишите себе, потому что этих данных у вас нету. Стихов Аятов во всех 114 сурах, главах. В Коране 114 сур, вам это сгодится. Записали? Да, я знаю. Дальше. И получилось, что Аятов, то есть стихов у них сколько там? 6212. 6212. А слов во всем Коране, слов, 77639. 77639. В Библии читаешь, да, в Библии читаешь? Это я из Корана, из Корана говорю, Коран. Ваша книга, Коран. В нем 77639 слов. Вы эти данные запишите, покажите своим. Их нигде нету, это моя наработка. И 554 тысячи, 554 тысячи, 202 буквы. Теперь слушайте дальше. У нас книга состоит Ветхий и Новый Завет. В Новом Завете. В Новом Завете стихов 7 тысяч 955. Я сейчас закончу данные и вам выдам. А то я закрою эту. У меня открыта эта папка. В Новом Завете стихов 7 тысяч 955. Вот какой объем Корана в сравнении с Новым Заветом. В Новом Завете 612 тысяч 909 букв. То есть Коран меньше Нового Завета в 1,106 тысячных раза. Нужно быть. Ну, один век там еще. Так, а Коран, это Коран меньше Нового Завета. Меньше Ветской Библии всей. В 5 тысяч, это в 5,724 тысячных раза. 5,7 раза. Чтобы Коран просчитать, Коран. Запишите, сколько надо времени просчитать. 16 часов 47 сотых. Вот так. Теперь в Коране слово Аллах. Слушайте внимательно. Аллах в Коране встречается 2799 раз. Аллах. 2799. Записывайте, а то я закрою. А Евангелие 12 раз. Евангелие. Наша Евангелие. Господь. Господь. 954 раза. Господь. 954 раза. Слово Бог. В Коране встречается 42 раза. Бог. Милость. У них слово милость. 240 раз. 240 раз. Милосердие. 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 228 раз. Слово книга встречается 115 раз. Но что самое интересное. Слово христиане встречается в Коране 15 раз. А в Библии только 3 раза. Вот что самое интересное. Христиане 15 раз в Коране, а в Библии 3 раза. Слово многобожники в Коране 43 раза. Сотоварищи 91 раз. Слово Коран в самом Коране упоминается 68 раз. Вы меня слышите? Да, да, да. Дальше. В Коране слово Ибрагим, это Авраам, встречается 70 раз. 70 раз. А слово Авраам в Новом Завете 71 раз. И еще в Ветхом, в Ветхом 168 раз. Слово Иса, Иса, это Иисус, в Коране встречается 107 раз. 107 раз. А слово Иисус в Новом Завете 983 раза. Слово Муса 136 раз. Муса в Коране. А Моисей, это Моисей, в Библии 825. Новогодний вопрос. Я сейчас еще две срочки только. Смотрите. Слово Мария 34 раза. Мария. И в Новом Завете слово Мария тоже 34 раза. Одинаково. А теперь, что интересно, как к Израилю относятся. Исраил, Исраил 43 раза. 43 в Коране. А в Библии Израиль 2567. И теперь я вот для чего написал. И посмотрите, сколько раз эти имена встречаются в Библии в совокупности. 5216 раз. То есть автор Корана имел возможность 5216 раз обратить к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным. И чтобы потом не обвинить подлинник, что он не верен. Так нужно сравнить еще Нуха с Ноем и описание потопа в Коране 45 раз. Вот какое дело. Говорите теперь. Короче, в Нитубе там говорит один. А в Библии, когда в Библии читают, там сказывается 3-4 автора? Ну, который... Нет, в Библии 40 авторов. 40. 40 авторов. А в Коране только один автор. Нет, вы не знаете историю. Авторов было много. И все что-то подправляли, убирали. Да их списков было около 50 разных. Вот у нас Евангелие только 4. А их было 20. И собор отвел все остальные как неверные. И с Кораном та же история была. Много было написано. Женой его, одной там второй, братом написано. Это вы просто историю не знаете. Я вопрос скажу. Сколько раз Мухаммад войны вел? Сражения. Сколько сражений в его жизни было? Я, христианин, должен знать это. А вы не должны знать. Вы должны знать. Сколько раз? Вы если не знаете, запишите, я скажу. Он провел 72 сражения. И только 2 были оборонительных. А остальные 70 грабил караваны. Грабил проходящие караваны. И раздавал друзьям, приобретал людей. Вы просто историю не знаете. Притом это не против, что-то говорится. А это прямо они сами признают. Да, так и было. Почему он так грабил? А как? Караваны шли на торку, он их ограбил, все остановил. И конечно кинжал. Принимаешь мою веру или нет? Не принимаешь голову долой? Принимали так как? Да, и по-другому не было. Нет, было, было. И в Чечне? Безла к религии, это нет. И в Афганистане были. Сейчас наши там солдаты были. С первого вопроса. Принимаешь или нет ислам? Не принимаешь, сразу расстреливали. А которые приняли, женились, они нормально живут там. Ну уже имя не Ивана, там их по-другому. Мухаммад или кто-нибудь. Нет, нет, нет. Нам этот не так... Ну вы услышали на раз. Нет, нет, говорите. Это не вера касается, поведения. Ну, насилия там не было. Без насилия шагу не было. Насилия не было. Какой же ты после этого? Я же вас не обвиняю. Ну это прямо записано, все. Я был в Саудовской... Господи, слава тебе. Благодарим тебя наш Господь. Аллилуйя.